Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Это программа Разворот Олег Пека, как всегда, каждую среду, потому что это особый выход Разворота, культурная среда. Мы посвящаем вот эту маленькую пятницу обязательно культурным событиям нашего города. И вот от среды до среды рассматриваем концерты академической музыки, ну и заодно заглядываем, может быть, в будущее, какие-то будущие. И сегодня обязательно тоже пойдет речь о проектах, может быть, не совсем академической, электронной музыки, но тоже это из мира искусства. И я с огромным удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Ну, начнем с того, что сегодняшняя наша гостья, она как бы главный герой концерта, который состоится в Домском соборе 17 августа. Сопрано Лаура Лазарян. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Продюсер этого концерта Армен Багиров. Добрый день. Также вот тут у нас присутствует Галина Полторак, тоже организатор-продюсер этого концерта. Здравствуйте. И также Ксения Камиказа, организатор фестиваля Under Festival. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим, поэтому мы о связи, конечно, может быть, современной музыки, классической музыки, потому что все это сейчас настолько, мне кажется, смешивается воедино. И я знаю, что очень популярен, например, жанр кроссовер, который позволяет, ну, используя какие-то оперные арии или какие-то, ну, вот, навеянные оперой музыку, накладывать ее на современные, даже на диско-ритмы, на рок-ритмы. Вот я, может быть, адресую сразу вопрос к Лауре, насколько, ну, вот вы, может быть, относитесь к такого рода вот, ну, кроссоверу, я не знаю, Сара Брайтман, там, ну, какие-то другие исполнители. Насколько это в вашем понимании, ну, вот, опошление, может быть, искусства или все-таки, ну, какое-то новое развитие? Знаете, я как исключение исправил, мне это все нравится. Когда-то я даже сама хотела этого сделать, предлагала продюсеру своему, вот, но не сложилось. Ну, то есть еще все впереди? Осталось в опере. Армен, а может, почему? Или на вас показывают, говорят, вот, предлагала, но не сложилось. Ну, есть определенная, как бы, история, канва, а потом таких предложений, чтобы это было ярко, значимо. И все-таки нужно отметить, что в те времена, когда только начиналась эта история с Сарой Брайтман, с Эмой Шеплин, не помню, Чеплин, Шеплин, Шеплин, да, ну, как называют, все это же началось, на самом деле, с проекта трех теноров. Когда американские продюсеры поняли, что на этом можно делать деньги. Большие. И большие деньги. Это когда Карерас, Повороте, да. Да, это конец 80-х, начало 90-х, мы все помним. 90-й год. Да, потом ежегодный фестиваль Повороте в Мадене, который он проводил, Повороте и Друзья, там, это следующая, как бы, вот, история, где пытались звезды, там, поп-музыки, что-то изображать. Что-то получалось, что-то не получалось, но всегда это было живьем, это было интересно. Конечно, ну, это был просто такой праздник музыки. Возвращаясь к вопросу вашему, почему, ну, в то время, там, в России, в Москве, это еще не было спроса, наверное, на это, а потом уже сложилось, как сложилось. Но все еще может быть. Ну, будем надеяться. И, ну, говоря вот об афише, не так много, на самом деле, в таких больших, заметных событиях, связанных с классикой, вот, будут проходить дни города Риги с 16 по, по-моему, там, 18 или 19 августа. И как раз вот первый день праздника города Риги, 16 августа, в Рижском домском соборе, будет такой интересный опыт органистка Лариса Царькова и художницы песочной анимации Заны Пумпуры Прамнецы. Они будут создавать, с одной стороны, видеоинсталляцию, будет, можно слушать музыку и наблюдать на экране процесс создания картин из песка. Вот такая программа. Ну, поскольку это праздник Риги, будут в основном звучать произведения композиторов, связанных с Ригой. В частности, и Язапа Витала прозвучат произведения, и Алфреда. Но интересно, что прозвучит и, например, произведение композитора немецкого происхождения, Ганна Готфрида Мюттеля, который работал в 18 веке в Риге органистом и капельмейстером. Поэтому не только латвийцы будут представлены. Ну, и вот 17 августа, как раз-таки в Домском соборе, прозвучит программа «Авэ. Орган и голос». Сейчас сопрано «Лаура Лазарянс» и за органом будет Константин Волоснов. И, может быть, я вас попрошу рассказать об этом концерте немного. Ну, история создания этого концерта... Мысль сама родилась в Нью-Йорке. Мы путешествовали там. Был юбилейный концерт Микаэла Таревердиева в церкви Святого Патрика в Нью-Йорке. Устраивала его вдова Вера Таревердиева. Вот. И на этом концерте мы познакомились с органисткой Ладой Лобзиной. И мысль родилась устроить такой концерт в Москве. И мы ее осуществили, эту идею. Концерт прошел в Московской консерватории. Два года назад. Два года назад. Да. Затем... Вот такая вот история. На самом деле, вот, ничто не бывает случайно. Вот так вот попадаешь. И вот... А вот захотелось. До этого не хотелось. До этого такой мысли не было. Хотя она такая очевидная. Вроде все поют. Ну, не было. А вот так сложилось. Спасибо Вере большое за то, что вот тогда нас пригласила. И так все. И вот так вот... Ну, понимаете, да, в судьбе каждого артиста это очень важно, чтобы вот совпадает. Вот оно совпало. Случай. Случилось. И вот такая программа родилась. А я вижу, что в этой программе произведение как-то... Ну, понятно, что музыка Баха, Моцарта. Но, тем не менее, вот есть и современные произведения. Насколько... А это сюрпризы. Да. Да. То есть, да. Произвучают произведения современных авторов, да. На самом деле, это сюрприз. Ну, то есть, мы о нем пока не говорим. Это для... Это будет как бы написано. Слушатели. Понятно. Да. Хорошо. Тогда давайте поговорим, может быть, о самом сочетании интересного голоса и органа. Потому что, ну, в принципе, сейчас у нас в Латвии тоже становятся очень популярными концерты, где орган выступает вот как... ну, практически как в роли оркестра. А солирует иногда, ну, скрипка, иногда, значит, несколько инструментов. Вот насколько сложно, учитывая, что орган – такой мощный инструмент, выступать дуэтом с этим инструментом? Ну, может быть, кому-то сложно дело практики. В Москве часто, часто концерты состоятся из органа, голос, но это уже после нас. После нас, вот, и очень интересная программа, очень интересно, интересное сочетание голоса и органа. Но орган самый задумывался, он же, по сути, тоже оркестр, поэтому никакого противоречия нет. Нет, ну, я просто к тому, что орган многие воспринимают как самодостаточный инструмент, и органная музыка, она, ну, может наполнить весь зал очень-очень мощными звуками. Вот насколько человеческий голос способен... Ну, как же раньше, во времена Баха, под орган, дети, хор, мальчики пели же, пели. Старинная музыка, очень много под орган, барочная музыка, да, очень многое. Ну, вообще, чем больше, чем больше звука красивого, тем, собственно, для храма они так и строились же. Если проследить исторически, там, даже с точки зрения акустической, вот вы наложите архитектурное развитие, историческое развитие, в смысле войны и прочее, и туда же вы можете прекрасно положить историческое развитие акустики. Потому что, там, вот, чем дальше, тем оно все, как бы, больше для этого сделано, я бы сказал. И в храме звучит по-другому, а на сцене, в зале совершенно другая акустика. То есть это... В храме звук полетный, голос летит, его можно дать совсем мало, а он летит. И из зала, снизу будет слышно, что большой голос, а на самом деле поешь вот так вот. Насколько действительно вот акустика очень большое влияние имеет? Да, да. А в зале, вот в консерватории, в любом таком концертном зале совершенно по-другому звучит. И тот же орган, и тот же голос. В России, насколько органная музыка популярна? Потому что, ну, в Латвии достаточно большое количество, около, по-моему, 50 органов. И сейчас даже, ну, целое движение, сбор денег для реставрации многих органов, которые находятся, может быть, не в таких... Ну, понятно, что Домский собор, он самый известный, популярный орган. Но есть много других органов, которые сейчас реставрируются, вот на них собираются деньги. А вот в России, насколько органная музыка в традиции ли? Потому что, ну, учитывая, что, может быть, она не совсем в православной, ну, в такой традиции, как... Ну, она совсем не в православной. Ну, во многих концертных залах есть органы, и сейчас это очень популярно. Во-первых, есть Московская консерватория с Большим залом консерватории, с Малым залом консерватории. Буквально пару месяцев назад Константин Волоснов давал концерт сольной Московской консерватории в Большом зале. Да, это было очень здорово, это было интересно. Там же, вот, собственно, эта программа и была представлена в первой Московской консерватории, тоже с органом. Причем, насколько я знаю, мирорганистов очень тесен, и они все очень хорошо общаются. И, например, хранитель органа Московской консерватории была такая Сильвия в Томском соборе очень много-много лет. Затте. 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 Затте, да. Вот, хранитель Московской консерватории органов, да? То есть, они все, во-первых, друг друга знают. Это достаточно небольшой мир очень профессиональных людей, которые посвятили себя служению, да? Вот. То есть, два зала консерватории. Это Светлановский зал Дома музыки. Это... Музей Глинки. Музей Глинки. Это... Во многих... Матолический собор. Это собор Англиказской церкви. На Малогрузинской. Да. То есть, достаточно много органов в Москве. И очень часто сейчас проходят концерты. Более того, делают, например, сочетание очень удивительное. Орган и дудук. Теперь уже, да? Да. Хотя в армянской традиции, в армянской литургии орган в целом не используется. Вся там музыка... Вы говорили, там орган самодостаточный. Например, в армянской литургии голос самодостаточный. Там и храмы такие же, да? Ну, позднее там всё-таки появился какой-то орган. Но в целом... То есть, и так тоже может быть. Может быть, для наших слушателей... Вы расскажете о том, насколько сложным, ну, вот, может быть, путь к достижению каких-то вершин, если говорить о оперном пении, классическом, вот, вокал пить. Потому что для многих кажется, что освоить инструмент – это достаточно сложное занятие. А голос, он как бы даётся человеку. Ну, вот, или даётся, или не даётся изначально. Вот в чём... Как оттачивают мастерство? Там вот, если скрипач, ему нужно там, собственно, тренировать пальцы, играть на скрипке. Органисту тоже приходится много заниматься. Вот как... Точно так же нужно много заниматься. Ну, у каждого в этом мире свой путь. Я начинала с фортепиано. В пять лет мне папа купил детский инструмент фортепиано. Но толчок к этому дал как раз-таки орган. Когда я в первый услыхала орган в пять лет. Я не могла объяснить, но чувства переполняли детскую душу. И что-то такое вот прям вот внутри как будто перевернулось. Это настолько мощно. Это как будто музыка вот с неба. И начала я заниматься фортепиано. Тихо-тихо, постепенно. И пришла к вокалу. А каким образом? Ну, с фортепиано закончила. Пришла к вокалу. Вокал – это как болезнь. Кто начинает петь, уже никогда больше никуда не повернет. Будет петь всю жизнь. Но вокальное мастерство тоже. Это музыкальное училище, это консерватория. Это голос меняется. На протяжении жизни тоже голос меняется. В молодости он более легкий, более звонкий, здоровый. С возрастом он у всех укропняется. У женщин он тем более после родов еще укрепляется. И у каждого свой путь. Кто что заканчивает, кто как учится, кто как совершенствуется. Сейчас очень много молодых певцов, которые везде совершенствуются, по всему миру. Но совершенствуется это в области какой? Потому что я понимаю, ведь есть искушение исполнять более популярную полетку музыку. Да, возможно. Можно и оперную петь. Но если ты владеешь голосом, ты можешь и оперу петь, и джаз, и эстраду. Надо еще иметь чувство вкуса и стиля. Вот когда у нас был директор театра Московского оперета, он говорил, что далеко не каждый все-таки. Да, далеко не каждый. То есть здесь у них как бы два состава для того, чтобы исполнять классическую оперету. И если речь идет о мюзиклах, о какой-то популярной музыке, очень часто это разные составы, потому что очень редкие случаи, когда один может человек петь и классическую музыку исполнять, и в то же время что-то такое эстрадной мелодии. Иногда могут, иногда не хотят. Остаются только в одной квалификации. А почему не хотят? Ну, это же тоже и от желания зависит. Но желание, ведь если ты такой... Ну, если это академический певец, он предпочитает петь академическую музыку. Но сейчас тенденция такая какая еще? Хотят раскрутиться быстро. Где? Где можно быстрее раскрутиться? В шоу-бизнес. Но, с другой стороны, ведь есть прекрасные примеры того, как оперные певцы, особенно вот я знаю из Латвии у нас, они буквально становятся звездами мировой сцены. И если вспомнить Кристину Опалайс, Гаранчу, Антоненко, например. То есть они, в принципе, и в Метрополитен-опере, и в Венской опере. Вот насколько... Мировые звезды. Да, да, но это, может быть, благодаря тому, что, я не знаю, Латвия поющая страна, здесь так порождается очень много исполнителей. Насколько вот в России большая конкуренция среди оперных певцов, и насколько вот эти... Насколько престижно, может быть, петь, уезжать за рубеж, или, в принципе, стараются больше... Ну, сейчас вообще тенденция такая, молодёжь уезжает за рубеж. Потому что там можно, как говорится, быстрее раскрутиться. Ну, опять, у каждого своя дорога. Кто-то, кто-то находит себя в театре. Нужно понимать, что для... Редко кто имеет возможность вести филармоническую деятельность, гастрольную деятельность. Это всё-таки... Это же индустрия, нужно понимать. И эстрадная, и популярная музыка в индустрии, и оперная, академическая музыка – это тоже немножечко индустрия. Объём их разный, порядок их разный, но это тоже такие вот какие-то сообщества. Вы говорили, почему нельзя туда... Можно, но это скорее расширение пространства, чем основной вид деятельности. Всё-таки, если тебя знают, как певца академического, есть привычка прийти и послушать, да, если там... Есть ожидания от артиста. Это очень важно. И публика платит, публика покупает билеты, и нехорошо её обманывать. Да, скажем так, ожидания. Что касается пути и конкуренции. Конкуренция в мире музыки всегда, вообще в творчестве, она самая-самая-самая большая. Это и балет, и классическая музыка, это любая музыка, потому что очень... Ты должен быть первым, ты должен быть единственным. Это очень тяжело. У тебя должен быть свой почерк. Это тоже очень тяжело. Ну, можно быть... То есть нельзя быть посредственностью, понимаете, да? Вот. Поэтому всегда будет большая конкуренция. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, потому что мы не можем конкурировать с рекламой. Mix News. Продолжается особый выпуск разворота, культурная среда. Вот мы заглянем сейчас, может быть, чуть-чуть в будущее, уже в сентябрь, потому что пройдёт мероприятие Under Festival, который посвящён электронной уже музыке, музыке современной, но тем не менее испытывающей наверняка ведь влияние и классической музыки. Вот Ксения Камиказа сейчас, может быть, нам несколько слов расскажет об участниках и о самой идее этого фестиваля. Ну, фестиваль проходит в Риге третий год уже, так что мы не новички. Ну, идея главная, конечно, достаточно рассказать более широкому кругу ценителей музыки о том, что из себя представляет электронная музыка. В 90-х в Риге было достаточно широкое, скажем так, движение андерграундной музыки, так она называется, потому что она не очень популярна, опять же, в массах. Есть узкий круг ограниченных людей, которые этим глубоко интересуются, другие, скажем так, что-то по верхам, что-то где-то слышали, где-то видели. И фестиваль именно призван показать, что это такое, как это происходит, как это создается. У нас есть сцена с лайф-выступлениями, где можно прямо видеть, как люди из каких-то синтезаторов, из каких-то железок, коробочек, ещё чего-то вынимают звуки, и из них создаётся музыкальное произведение. Это прямо, подождите, это получается импровизация? Ну, как импровизация? Конечно, всё так же, как и в академической музыке, это всё долгие годы, часы, занятия, тренировок, поисков. Но они исполняют музыку, которую они сочинили. Да, которую они сочинили. То есть они сидят в студии, музыканты сидят в студии, музыканты. Здесь очень большой момент, эксперименты и импровизация, конечно, всегда присутствуют, потому что, в отличие, наверное, от академической музыки, здесь нет нот. То есть изначально нет ничего, и ты именно это и заполняешь. Это ничего, какими-то звуками, создавая гармонию, создавая… Но могут быть какие-то заранее записанные сэмплы. Безусловно, это сэмплы, которые существуют в этих синтезаторах, или это даже именно сэмплеры, где просто на каждой кнопке какие-то свои звуки. Но вся эта техника, аппаратура, она позволяет как бы играться, работать с этими сэмплами в режиме свободного времени, ой, реального времени. То есть это не значит, что в следующий раз, придя на выступление данного музыканта, вы услышите именно такое же музыкальное произведение. То есть будет что-то новое, что-то переделанное, усовершенствованное. Чаще всего, ну, это уже на тот же вопрос вкуса, как везде в музыке, в искусстве. Кому-то может больше понравиться предыдущее выступление, будущее. Но этим и интересно, наверное, лайв-музыка. А сколько будет выступать каждый из исполнителей? То есть сколько ему дается на то, чтобы покорить публику? Ну, лайв-музыкантам отведен час. Это не простая работа. в живом времени создавать музыку. Поэтому я думаю, что час – это такой оптимальный период времени, когда музыкант может выразить себя и при этом не устать, скажем так. Очень редко, когда электронную музыку лайвом люди могут играть 2-3 часа. Это скорее исключение, нежели правило. А диджеи, у них, конечно, все попроще. Они все-таки играют не свои произведения, они из чужих произведений создают какую-то историю. Диджеи играют от часа до двух. Это нормальное время. Ну вот диджеи, например, что значит он создает свою историю из чужих произведений? То есть как это получается? То есть он какие-то композиции длиной 3-4 минуты просто микшируется? Да, так это и происходит. В электронной музыке очень ценится, когда ты… Вот этот процесс смешения двух треков, он называется «сведение», очень ценится, когда практически происходит это незаметно. Для этого у нас существует пульт, который может убирать какие-то звуки, акцентировать их наоборот, делать громче, тише. И диджей, тоже как лайф-музыкант, он работает уже только не со своими звуками созданными, а со звуками, которые создали другие музыканты. Он ими пользуется, ставит на луп, это такие коротенькие фрагменты. Зацикленные. Зацикленные, да. И таким образом создается уже что-то новое. То есть дома вы будете слушать от А до Я одну песню там или один трек, а здесь она уже будет играть как-то по-другому. Возможно, что вокал будет с одной песни, а подложка, мелодия будет какой-то другой. То есть чем более талантлив диджей, чем глубже у него чувство музыки, ритма, тем это будет интереснее, сложнее, и, естественно, больше удовольствия будут получать люди на танцполе. Сэмплы, а могут ли они, используются ли какие-то из классической музыки? Потому что я просто приведу пример одной из самых известных песен «Bitter Sweet Symphony». Она использовала вот в самый яркий момент, это вот как раз скрипки в начале, и вот затем разразился жуткий скандал, потому что они просто использовали музыку, записанную симфоническим оркестром, и в результате им пришлось даже отдать полностью авторские права, то есть чтобы погасить этот скандал, потому что… Но они неплохо выстрелились. Да, ну они прославились, но это вот самая знаменитая композиция, им не приносит больше дохода, потому что все доходы идут именно создателям вот именно этого вот удивительного вот момента, когда скрипичные, вступают скрипки, вот он закольцованный, он просто являлся вот самым главным, главной фишкой, если можно сказать, но вот такого рода используются. Да, безусловно, вообще, вы же понимаете, что электронная музыка, она не родилась на ровном месте, да, она родилась благодаря и в связи с технологическим прогрессом, появилось электричество, появились такие исследования физики, со звуком, соответственно, и люди, у которых кроме музыкального образования, как, например, термин, да, у него был еще очень в физике образование, ему все это было очень интересно складывать, создавать, таким образом мы получаем термин вокс, соответственно, люди, безусловно, им интересно с этим работать, как-то что-то доставать эти звуки, иначе не назовешь, создавать их, то есть... И звучит как голос. И звучит как голос, да, и, соответственно, но это уже музыка же не живая, да, ну как, то есть в ней участвует человек, но это физический процесс, вот, работы техники человека и взаимодействия их, и, в принципе, отсюда вот все пошло, развите, вот эти синтезаторы и так далее, это все изначально, конечно, представление все равно, семь нот, звучание, что-то добавляется. Все, мне надо сделать микс. Обязательно. Голос Лауры? Да. Да, вообще, с удовольствием. С удовольствием. Посмотрим, раз судьба привела, раз свела, значит, не просто так. Конечно, вы же говорили о случаях, я с удовольствием. Потому что, вот смотрите, вот опять же, пример прекрасный из «Bitter Sweet Symphony», что они же услышали этот звук, сделали тот самый луп, про который мы говорили, дальше идет вокал, дальше идут гитары, и все, гитары давно уже не акустические, гитары электронные, они тоже используют электричество, кучу эффектов накладывается, которые тоже электронные, в результате мы получаем рок-произведение, которое считается как бы рок-музыкой, но она тоже уже давно не академический рок, скажем так. И рэперы используют фрагменты из опер. Из опер. Вот, например, «Литая на крыльях». Да, это же знаменитая. «Литра прекрасная». Сибель, по-моему, да, там норвежская оперная. Да, да, да. То есть, конечно, это не может быть одно от другого, оторвано. Джаз используют очень широко в электронной музыке. Была прям волна в 90-х, где сэмплировали все возможное из джаза, накладывали на какие-то электронные биты. Тоже были скандалы, потому что ни за что не платили. Но группы выстреливали благодаря этим скандалам. По-моему, все, что там было создано в джазе, уже разобрано. Да, да. Олег, я сейчас скажу такую вещь, и мы немножечко поссоримся с электронной музыкой. Смотрите, электронная музыка использует и джаз, и классическую музыку, и все остальное. А вот классическая музыка не использует. Да, а вот, кстати, почему? Потому что ведь, казалось бы, идут вперед техника, появляются новые инструменты. Почему бы не идти дальше? Ну вот, что мы называем, в принципе, классической академической? Ну, это уже совершенно другое. Да. Что мы называем академической? Вот если говорить, ну, классика, мы понимаем, что это что-то... Существует определенное, конечно, определенные каноны классической музыки, эстрадной, там, роковой, да? У каждого свои рамки. В классической музыке это оркестр. Оркестр тоже есть старинной музыки, барочной, да? Разные по стилю, по составу. А есть голливудские, например, композиторы, которые пишут для пиратов Карибского моря, в принципе, абсолютно симфоническую музыку. То есть, ну, прекрасный диск у Циммермана, который там все есть, да? То есть, вот это можно считать, я уж не знаю, там, академической музыкой? То, что вот, ну, тот же самый вот Циммерман? То, что она сделана абсолютно по канонам, ну, как бы, там ничего нету, а что там никого нету? Ну, это, наверное, современная классика. Да, есть в электронной музыке, есть понятие неоклассика, когда, в принципе, на базе классической музыки, академической музыки, создается какая-то электронная музыка. То есть, основное – это фортепиано, основной инструмент – это фортепиано, и далее уже добавляются какие-то, там, звуки, эффекты, опять же, да, какие-то там, я не знаю, там, шум моря какой-то засемплированный, что-то такое вокруг. Но музыкант, он весь концерт играет на фортепиано. У него есть какой-то… Или он сам добавляет эти сэмплы, успевает. Есть, когда у него есть какой-то ассистент. Есть такой немецкий музыкант, Хаушка, он вообще, то есть, он играет на фортепиано, на рояле, и кидает на вот струны всякие там, погремушки, что-то ещё. Благодаря этому, пока он играет, соответственно, те создают какие-то дополнительные шумы. Там стоит микрофон, он их передаёт в зал. Ну, вот, всё это очень, конечно, взаимосвязано. Но, безусловно, это уже никакая не академическая музыка. Фантазия и мастерство музыканта. Естественно, у него глубокое академическое образование, только с ним можно вот дойти до каких-то вот таких вот интересных экспериментов. Вообще это блюдо разной кухни. Ингредиенты везде одинаковые, но под разное состояние. В разные моменты времени хорошо одно, хорошо другое. Прийти в собор, послушать музыку, остаться наедине, послушать орган, послушать голос. И вот как-то куда-то улететь, это одна история. Прийти на фестиваль Ксении и позажигать, это немножко другое. Ну, знаете, на самом деле хорошо, что сегодня, сейчас у радиослушателей есть возможность прийти и туда, и туда, и наполнить свою жизнь разными эмоциями. И получить и то, и это. Было бы хуже, если бы всё было так скудно, как было какое-то там время, может быть, назад, когда нет выбора. Ну, вот мне интересно всё-таки, классическая музыка. Здесь нет ли какого-то попорочного круга, то, что публика всегда, ну, вот знает, как, по-моему, Виллер говорил, что есть пять, ну, в каждой области вот есть пять имён, которые всегда на слуху, пять там самых великих поэтов, которых все знают. Чтобы попасть в эту пятёрку, надо кого-то, значит, сбросить с педестала. И вот, по-моему, я читал тоже в «Умной книжке» статистику, что пять композиторов существует, на долю которых приходится 80% вообще всей исполняемой музыки, ну, если говорить про симфонические оркестры. Я беру только классическую музыку. И вот, по-моему, ну, это Моцарт, Бах, ну, и ещё вот есть несколько имён, которые заполняют. А вот современные, например, композиторы, что с ними? Вот насколько есть ли какая-то возможность попасть в этот сон исполняемых? Если публика не знает их, ну, то есть это же замкнутый круг, пока тебя не исполняют, тебя не узнает публика. А с другой стороны… Современные композиторы находят своих исполнителей, которые могут исполнить их музыку. Зовётся ли это в вечности? Это, ну, да, это зависит ещё от исполнителя, как он исполнит. Ну, у вас, вот, например, вот есть ли какие-то, ну, вот, современные, любимые, вас нашёл кто-нибудь вот из этих композиторов, что вы, вот, исполни, исполни моё произведение? Ну, бывает. Бывает, но редко. Бывает, ну, я больше склоняюсь именно к академической музыке и очень люблю барочную музыку. А в чём прелесть именно? Я знаю, что у нас тоже фестивали барокко происходят в Рундальском замке, вот совсем недавно был, то есть это, в принципе, когда целый день концерты только музыки барокко. В чём её прелесть? Каждый находит свои эмоции, каждый находит свои эмоции. Я очень люблю музыку барокко, люблю исполнять барокко, люблю бельканто очень, и человек приходит за определёнными эмоциями на эту музыку. Может быть, ну, вот у нас уже совсем мало... Это связано с эпохой? Я думаю, что это связано ещё со скоростью. Там другая скорость жизни заложена в музыке. И вот в программе, которая будет 17 августа, там тоже другая скорость жизни. Это программа молитвы. Да, там есть возможность остановиться и задуматься. Знаете, вот иногда вот бывает такой момент, когда вот хочется побыть вот так вот чуть-чуть, получить что-то другое. Музыка, вот Ксения не даст соврать, у них она другая, она быстрее. Она исполняется быстрее. Она проживается быстрее. Каждая эпоха имеет свою скорость... Темпоритм. Темпоритм разный. Ну, понятно. А в барочной музыке, Лаур, ты говорила, там вообще... Строй? Строй, да. Да, у нас в современности, в нашей современности, строй немножко завышен. Практически на полтона. Неужели, да? Да. И когда звучат барочные инструменты, и те, кто не сталкивался, вообще-то первое ощущение, многим кажется, что что-то нечисто, что-то как-то низковато. Наш строй, современный строй завышен. Строй в смысле не... Музыкальный. Но, конечно, ведь это же время, когда были, простите, там почта лошадинная, там имейлов не было, и люди жили, может быть, узнавая новость о том, что произошло там даже в соседнем городе или в соседнем месте, там через несколько дней. То есть это, в принципе, если вспомнить «Собаку на сене», в почтовый день, там был специальный почтовый день, когда люди писали письма. Да, то есть это вот совершенно какая-то другая жизнь, ощущение. Ну, это вот к вопросу, всегда ли надо бежать? Может быть, иногда остановиться? Ну, наверное, в этом, в прелесть этой аутентичности барочной музыки, потому что они не дают туда... Лина, есть у нас микрофон для большего удобства, можно в него говорить, чтобы... Я говорю, что, наверное, это прелесть этой аутентичности барочной музыки и всех инструментов, поэтому народ, кто понимает, стремится получить этот кусочек счастья. Ну да, есть же люди, которые предпочитают вино 57-го года. Вот почему 57-го? Вот потому. Понимаете? А почему называется молитва всё-таки? То есть, я понимаю, что объединяются все произведения одной темой, да? Может быть, ну, просто для наших слушателей... Ава-Мария – это и есть молитва. У каждого композитора той эпохи, нашей эпохи, почти у каждого есть произведение Ава-Мария. Почти у каждого. Каждый человек обращается к Богу, композитор тоже обращается к Богу. Ну, у нас в программе и Моцарт, и Бах, и Вангелис – современный композитор будет звучать. Так как и старинные композиторы, и современные. Ну, вот Варламов, ведь это же отдельная история. Ну, просто мы уже её рассказывали несколько раз, ведь это удивительно, я понимаю, как раз тоже история, связанная с его созданием, его Ава-Мария. – Ну, это не совсем Ава-Мария, это всё-таки на стихи Лермонтова. – Да. – Да, но это молитва. – Молитва называется молитва. – Да, ну, потому что всё-таки он православный человек был, поэтому... Ну, и потом стихи, ну, всё-таки вдохновением были стихи Лермонтова. – Ну, что же, у нас, на самом деле, время завершается, программа. Ещё раз всех приглашаем. 17 августа в Домский собор вы сможете услышать как раз программу АВ «Орган и голос» и получить огромное удовольствие от музыки, где будет и более современная, и более старинная музыка. Лаура Лазарянс и Константин Волоснов «Орган». И также в сентябре посетить фестиваль «Андерфестивал» электронной музыки. Спасибо большое всем нашим гостям и до встречи на концерте. – Спасибо большое. – Приходите.